Мотокросс В первый день соревнований трассу покоряют дети в возрасте от 5 до 15 лет. Определят победители после двух заездов. В категории 65, 85 и 125 кубических сантиметров дети разъезжают не хуже взрослых. Я довольна заездом. Мне понравился заезд. Трасса очень профессиональная. На ней, я знаю, проходил мир и Россия. Это очень ответственно. Нешуточная борьба в классе 65 кубических сантиметров. По итогу первого заезда лидер Алексей Орлов. Но для того, чтобы удержать позицию, нужно сохранить результаты во втором заезде соревнований. Остаса в числе первых юному мотокроссмену помогает соблюдение простых правил. Мне кажется, это больше тренировок. Хорошо проходить повороты, хорошо прыгать. Ну, конечно, самое главное – это больше тренироваться и набирать скорость. Первый день соревнований уже позади. А это значит, что за победу будут бороться настоящие профессионалы. На своих мотоциклах объем двигателя, который достигает до 500 кубических сантиметров, спортсмены покажут все, на что способны. Мотокроссмены в классе 125, 250 и 500 кубических сантиметров, а также в категории «Мастер» и «Оупен» показывают свое мастерство на второй, самый зрелищный день соревнований. Конкуренция большая, но участников не пугает даже многолетний опыт соперников. Соперники хорошие, да. Ребята, кто позади едут, тоже уже стараются. Но я думаю, все равно будут побеждать всегда сильнейшие, а мы будем догонять его. Этап Южного федерального округа – это генеральная репетиция перед российским этапом чемпионата мира. Здесь смотрят и готовят трассы к международным соревнованиям. Ее протяженность составляет 1850 метров. Перепад высот достигает до 40 метров. За последние 10 лет проводились первым в своей Европе по мотокроссу, чемпионат мира среди юниоров и российский этап MXGP. Трек отвечает всем стандартам и требованиям Международной Мотофедерации. Ежегодно происходит модернизация трассы. Она улучшается, становится более безопасной, более интересной, зрелищной. Очень много делается для зрителей. Завершаются двухдневные соревнования награждением победителей. Медали и подарки спонсоров получают спортсмены из Краснодарского края и Ростовской области. В категории «Мастер» победу одержал Сергей Косков. В этом же заезде участвовал и президент Мотоциклиной Федерации России Александр Джеус. Травма руки во время соревнований помешала остаться на лидерской позиции. В первом заезде я приехал первым, и во втором заезде тоже ехал первым. Досадное падение, конечно, отодвинуло меня на второе место. Серебряная медаль – это тоже достойно. Правда, последние четыре круга было ехать очень больно. Со сломанной рукой всегда, конечно, приземление и все остальное. Но я думаю, все заживет, и спортивный дух поможет быстрее выздороветь. Соревнования по мотокроссу непредсказуемы. Небольшая ошибка может сдвинуть спортсмена на несколько позиций. Для многих это возможность сделать работу над ошибками, чтобы уже через две недели достойно представить себя на российском этапе чемпионата мира. Нашел свои слабые места, буду работать сейчас. И по физической форме буду дорабатывать. Редактор субтитров А.Семкин